Что пишем? Семинар. Хорошо. Окей, мы начинаем наш очередной семинар. И сегодня наш докладчик Варга Калантаров. Пожалуйста. Большое спасибо. Большое спасибо Саше и Дарье за приглашение принять участие, выступить на семинаре имени Смирнова. Дело в том, что я часто посещал этот семинар, начиная с конца 70-х годов. И потом много раз участвовал на конференциях, посвященных памяти Смирнова. И в этом году я стал посещать этот семинар. Но, к сожалению, несколько недель тому назад начался у нас второй семестр в университете. И ровно в 5.30 начинается одна из моих лекций. Поэтому я прошу прощения у всех вас за то, что сегодня семинар начинается раньше обычного времени. Говорить я буду об уравнениях Брикмана Форхаймера или Форгеймера, который описывает поток жидкости в пористой среде. Это уравнение, как видите, очень напоминает уравнение на вес токса. Здесь вместо конвективного члена это вот такой монотонный член модулю умножить на У, где У – это средняя скорость жидкости в пористой среде. А – коэффициент Дарси, вязкость, деленная на проницаемость. Б – это коэффициент Форхаймера. А – Ню – коэффициент Брикмана, эффективная вязкость. А – П, как правило, давление. Познакомился я с этим уравнением в одной из работ Строгана и Пейна. У них есть серия работ, посвященные этому уравнению, некоторым и некоторым связанным с системой уравнений. И в основном они изучали вопрос структурной устойчивости этой системы. Вопрос того, как меняется решение, когда коэффициенты Ню, А и Б меняются. И в одной из этих статей они доказывают, что если У1 и У2 являются решениями начальной краевой задачи для уравнения Брикмана Форхаймера в трехмерной ситуации, и если У1 – это решение для коэффициента Б равное Б1, а У2 – решение для другого коэффициента Б2, то можно установить такую оценку. Оценка эта на самом деле устанавливать несложно, но надо немножко, так сказать, поработать. Это равномерно по Т, Варга? Равномерно по Т здесь, да. Равномерно по Т. И вот у меня в это время, когда я прочитал эту работу, был аспирант, наш совместный аспирант из Анкарского технического университета. Мы решили, так сказать, чтобы он занялся этой системой и попробовал установить непрерывную зависимость в более сильной норме. Ну вот он занялся этим. Потом мы вместе с ним написали совместную работу, где доказали непрерывную зависимость решений этого уравнения. Ну, правда, немножко общего уравнения, где R здесь уже больше единицы, меньше двух. Ну, для кубических двух или трех. Я не знаю, что точно. Явно, чтобы, так сказать, воспользоваться неравенством ладыжинской вложения H1 в L6. И вот такая оценка была установлена. Здесь, конечно, можно доказать непрерывную зависимость. К тому же, вместо H1 нормы начальной функции взять норму в L2 из-за мгновенного сглаживания решений, конечно. А равномерная оценка получается, потому что коэффициенты здесь положительные. Это на вопрос Саши Назарова. Так вот, потом этот аспирант занялся другими системами схожими. Мы, так сказать, тоже изучили несколько других вариантов. Я не хочу писать других вариантов системы уравнений, связанных с уравнениями Брикмана Форхаймера. И дело сложилось так, что меня пригласили в Стамбул, в Коч-университет. И тогда я работал в Анкаре. Я забыл об этом уравнении. Где-то здесь, когда, значит, это, наверное, где-то около 2007 или 2006 года, мне звонит этот Давут Уорли и говорит, что, вы знаете, я хочу заняться аттракторами для этого уравнения. Но я ему сказал, что не стоит этого делать, потому что здесь делать нечего. Для этого уравнения тут не имеет смысла этого делать, потому что коэффициент положителен. Тут соответствующая стационарная задача имеет единственное решение, и все решения будут стремиться к нему, и аттрактор будет состоять из одного несчастного вот этого стационара. А может, и счастливого. Так вот, прошло некоторое время, и я обнаружил в довольно солидном журнале на линер-аналисе статью этого, так сказать, нашего бывшего аспиранта-давода, где он действительно, так сказать, написал работу об аттракторе для этого уравнения, ну, буквально, где R некое число меньше, не больше двух. Вайбер, простите, какая размерность системы? Размерность 3, то есть область омега трехмерная, и трехмерный вектор. Трехмерный вектор. На самом-то деле здесь можно рассматривать систему эту, когда n-мерный вектор, ну, при некотором ограничении на n. Ну, трехмерная задача эта. Так вот, и буквально после этого появились еще две работы, посвященные этой системе, и более-менее такого же сорта результат, который, на самом деле, ничего из себя не представлял, и я решил написать небольшую заметку по этому поводу. И в это время у меня в гостях был мой приятель, соавтор некоторых общих наших работ, Сергей Зелик, который сейчас в университете Сори, а с ним я познакомился во Франции на конференции в связи с нашим общим интересом к уравнению, волновым уравнением сильной диссипации, о которых я буду говорить немножко позже. И Сергей сказал, давайте посмотрим на более общий случай, напишем нормальную статью, и так сказать, чтобы как-то приостановить этот поток. И мы действительно с ним доказали теорему о существовании глобального аттрактора для начальной краевой задачи для уравнения Брикмана-Форхаймера, общего такого уравнения. Я здесь привел определение этих аттракторов, потом я, может, вернусь обратно. Одним словом, мы рассмотрели вот такую систему уравнений. Как видите, здесь вместо вот этого, значит, кубического полинома стоит любая нелинейность F такого сорта. Общий вид этой нелинейности, один из таких вариантов, есть вот нелинейность такого сорта. Но здесь никаких ограничений на R не накладывается. И без всякого ограничения на показатель R мы доказали, что если возмущение H из L2, то задача эта порождает непрерывную полугруппу, которая на самом деле компактна. И есть глобальный аттрактор полугруппы, порожденной этой задачей. Потом, в ходе работы над этой, так сказать, системой, мы выяснили, что, оказывается, есть несколько других вариантов этого уравнения Брикмана Форхаймера, которые близы к уравнениям Навьестокса. Так называемое уравнение, конвективное уравнение Брикмана Форхаймера. Можно увидеть эти уравнения, то есть эти уравнения введены в книге Нилда «О пористой среды». Потом появились несколько, мы обнаружили несколько работ, посвященные этому уравнению, где вот FU, некий полином кубический или немножко больше, в основном кубический, которые назывались, в некоторых работах они назывались «Tamed Navier Stokes Equations», это прирученные уравнения Навьестокса, то есть, или уравнение Навьестокса с диссипацией. И там доказывались теоремы существования единственности, правда, я тут хочу сказать, где FU – это нелинейность, которая растет больше кубического. Благодаря такой нелинейности удается доказать теорему единственности существования в решении начальной краевой задачи для уравнения Навьестокса в трехмерной ситуации. Мы рассмотрели эту систему также в случае, когда FU имеет любой рост, правда, доказали теорему существования единственности и существования глобального трактора при условии, что эта нелинейность растет сильнее, чем кубическая тоже. Но безо всяких ограничений на рост нелинейности. Основные ограничения – это то, что было написано сверху, это монотонность и вот такая оценка сверху на рост нелинейности. Появилось много работ действительно после этого, посвященных этому уравнению, этим, так сказать, уравнением, конвективным уравнением Бринкмана-Форхаймера или так называемым уравнением Навьестокса с диссипацией. Недавно я даже обнаружил работу, где вместо, так сказать, полиномиальной нелинейности рассматривается экспоненциальная. Для того, чтобы доказать теорему существования, работают в некоторых пространствах Орлиша и так далее. Но это неважно. Дело в том, что нас интересовали работы, посвященные глобальному поведению решений. Для задач Каши были получены результаты существования единственности, получены оценки поведения решений по времени. Ну и хочу добавить еще пару, три работы, которые мы обнаружили недавно. Это работы Робинсона и Хайдука, где они рассмотрели вот это, так скажем, конвективное уравнение Бринкмана-Форхаймера при периодических граничных условиях. Доказали существование глобального аттрактора полугруппы, порожденной этой задачей. Более того, ими установлено такой результат. Они доказали, что в случае, когда Р равняется 3, то можно изучить глобальное поведение решений, доказать, если наложить ограничения на коэффициенты. Вот ню, на коэффициент ню здесь, и на коэффициент бета-приняльнейность. Если 4 ню умножить на бета не меньше единицы, то даже в критическом случае каждое слабое решение удовлетворяет энергетическому равенству и следовательно непрерывно-фазовом пространстве L2. То есть, есть полугруппа, непрерывно порожденная этой задачей. Пожалуйста. Я думал, есть вопросы. Хорошо. Ну вот, в качестве приложения были доказаны. Аналогичный результат был получен в работе Марковича, Тити и Трабельси. Они к тому же исследовали такой возможности, так называемый Data Assimilation Problem. Я не знаю, как перевести это на русский язык. Кстати, если вы видите ошибки в моих слайдах на русском, то я прошу прощения, потому что, во-первых, я пользовался Google Translate, чтобы написать это на русском языке. У меня клавиши на английском и на турецком, они на русском не разговаривают. Но я писал на английском, потом загружал в Google Translate, он мне переводил на русский язык, потом я, так сказать, подправлял. Пожалуйста. Варга, я тут на секундочку вылетел. Да. Я правильно понимаю, что вот когда R большое, то просто этот конвективный член вот этой парой Лапласом и этим вот последним съедается. Ну, конечно, тут вы правы, совершенно правы. Дело в том, что если R большое, то это самое, как его, то вы будете иметь условия лодыжинской серии на проде и, так сказать, и получите оценку соответствующего. Вы правы, да. Хорошо. Вот. Правда ли, что решение является гладким? Да. Правда. Если решение будет гладким. Тут есть сглаживание. Мгновенное сглаживание. Это можно доказать. И доказывается. Так вот, я опять же про Гугла. Дело в том, что учитель русского языка в школе она не была, мягко говоря, не была в восторге от моих знаний грамматики русского языка. но я после того, как пользовался Гуглом, чтобы перевести слова на, то есть эти предложения на русский, то есть только с целью, чтобы, так сказать, написать слайды на русском, понял, что Гугл знает грамматику русского языка хуже меня и я прошу прощения за эти ошибки. Так вот, значит, для этой ситуации также была доказана теорема существования глобального трактора, некие свойства, другие свойства, решения которых я сейчас не хочу здесь говорить, может быть, в конце доклада. А теперь я хочу остановиться на следующей системе уравнений. Эта система уравнений, как видите, она похожа на систему Брикмана Форхаймера, но здесь в литературе эти уравнения называются слегка сжимаемыми уравнениями Брикмана Форхаймера. Ну, в книге «Ты мама?» наверное, видели дайте я включу все-таки свет здесь. Уравнение на Вестокса слегка сжимаемые в конце ее в этой книге она, так сказать, прошу прощения. Темно стало здесь почему-то. Так вот недавно мы занялись вот этой системой уравнений, конвективной системой уравнения Брикмана Форхаймера, которая выглядит таким образом. Хоть первое уравнение, как видите, оно похоже на уравнение Брикмана Форхаймера, но не похоже, совершенно то же самое, но здесь вместо дивергенции уравняется нуля, мы имеем такое вот второе уравнение. Омега здесь опять же ограниченная область трехмерная с гладкой границей. У вектор скорости, неизвестное векторное п-давление, Д заданная положительная симметричная матрица, АФ нелинейность заданная. Внешняя сила это функция, зависящая нашей ситуации только от пространственных переменных. И Зельдова, скажем. И здесь опять же возникает вопрос, как можно исследовать поведение решения этого начально-краевой задачи для этой системы уравнений. Она, конечно, посложнее уравнений Брикмана Форхаймера, так скажем, не сжимаемых уравнений. здесь первое уравнение это обычно интерпретируется как обобщение закона Дарси, где нормированный тензор проницаемости ФВ нелинейность Форхгеймера, здесь так сказать, я правильно написал, видимо, а бета умножить на дельта В, член Брикмана с эффективным параметром вязкости бета больше нуля. А Тауна на производной от скорости временная релаксация, член которой особенно важен в случае немонотонного Ф и при наличии конвективного члена. Извините, опять же, это, так сказать, Гугл мне тут наврал с этим уникальным выражением. Второе уравнение представляет собой стандартное слегка сжимаемое приближение уравнение неразрывности. Сделав замену переменных В равняется ДУ, мы получим систему вида 6 с несколько необычным членом дивергенция от ДУ. Отметим также, что уравнение 6 В, кстати, по-моему, они видны, эти уравнения сзади у меня на доске. Если я... Сейчас, можно... Д это что такое? Д это матрица. А матричный коэффициент? Матричный коэффициент, да, мы берем ее... Она может зависеть от х, но для простоты представьте себе, что это просто матрица. И в трехмерных... Она знака определенная? Конечно, положительно определенная и это самое, симметричная. Ну вот, позвольте, я включу все-таки другой свет тоже. А почему слегка сжимаемая, а не просто сжимаемая? Понятно? Простите. Жена спряталась, поэтому я не могу тут просить ее сделать. Отметим также, что это уравнение 6. Варга, тут вопрос, почему это называется слегка сжимаемая? Ну, потому что, так сказать, оно слегка сжимаемое. Не знаю, оно, так сказать... Бывает более сильно сжимаемое. Бывает более сильное сжатие. Честно говоря, я не могу очень, так сказать, строго ответить на этот вопрос, но оно не является несжимаемой, так скажем. Не, имеется в виду, что здесь нет никакого малого параметра, который отвечает за малое сжатие. или есть? Ну да, в этом смысле, да, в общем, одним словом... Если бы была сжимаемая, должна была быть известная функция плотности. Ну да, согласен с вами, да, скорее всего, да. Тут нет функции плотности, да. Да. Так вот, значит, потом я вспомнил, что это уравнение я видел очень давно. Сейчас скажу, почему. На самом деле, это уравнение, эти уравнения в двумерном случае естественным образом возникают в динамической теории приливов. В этом случае вектор U – это вектор горизонтального переноса, горизонтальная скорость, усредненная по вертикальной оси, а скаляр – это вертикальная приливная высота. и система это, и система это вот при… Ну, вот эта система, когда вместо F – U, давайте я ее все-таки напишу здесь. Где же моя ручка? Эта система значит DT там U или V – ДТ ну, давайте я напишу, какая разница. ДТ U минус дельта U плюс градиент P плюс U на U равняется нулю, а здесь DT P плюс дивергенция с некой, так сказать, H U равняется нулю, имеется в виду вот эта система. Эта система была введена в свое время Марчуком и Каганом, ее можно найти в книге Марчука и Кагана, я, кстати, к сожалению, не смог найти русского издания этой книги, чтобы сделать соответствующую ссылку. Она, конечно, была опубликована раньше, чем вот это издание, которое я здесь привожу. И она была изучена в работах Гордеева, кстати, тоже из Петербурга, Ленинграда, и Андрея Лехтарникова, ученика Якубовича. И я вспомнил эту систему уравнений из диссертации, она была в диссертации Лехтарникова. Я был оппонентом Лехтарникова при его защите кандидатской диссертации. Он действительно там рассмотрел начальную краевую задачу для двухмерного уравнения динамики приливов и исследовал устойчивость решений. Кстати, здесь еще я забыл добавить, давайте слева напишу, А умножить на У, где А положительное постоянное. аналогичный результат был получен Гордеевым. Но впоследствии выяснилось, что есть еще другие работы, посвященные этой работе, но опять же в двумерной ситуации. Это вот в работе Фабрии Галузинского рассмотрим вопрос существования от трактора в книге Мухана, опять же в двумерной ситуации. Эти уравнения имеют нетривиальную структуру, что также интересно с точки зрения, с чисто математической точки зрения. В простейшем случае, когда возмущение Ф и Г равняется нулю и матрица Д, единичная матрица, то можно ввести новую переменную омега равняется вихрю от У и привести эту систему к следующей расщепленной системе уравнений. Как вы видите, здесь первое уравнение это уравнение теплопроводности, а второе уравнение это волновое уравнение сильной диссипации. Таким образом, в отличие от случая нежимаемой жидкости, нельзя ожидать свойства мгновенного изглаживания для У и П, то есть из-за того, что П удовлетворяет волновому уравнению сильной диссипацией. Дело в том, что полугруппа порожденная этим уравнением аналитично, но не компактно. И тут ожидать мгновенного сглаживания не приходится. По поводу полугрупп порожденных я имею в виду нелинейных полугрупп порожденных для сильно диссипативного уравнения с нелинейностью и по поводу динамической системы порожденной для волнового уравнения сильной диссипации я поговорю попозже. Но сразу могу пересылать на нашу статью Сергеем Зеликом, где можно прочитать узнать много предыстории этого вопроса. Другая возможность это дифференцировать первое уравнение по времени и исключить давление с помощью второго уравнения. Но если вы это сделаете, то получите такое уравнение опять же с сильной диссипацией, но с нелинейностью типа вандерполя. Правда, как видите, вот этот член здесь последний член он немножко неприятен. Он так сказать гораздо хуже, чем оператор Лапласа. И первая наша попытка была как раз Сергеем кстати, я сейчас рассказываю о результате, который мы получили недавно Сергеем Зеликом и она опубликована буквально месяц тому назад. Так вот, из-за этого члена нам не удалось доказать диссипативность полугруппы порожденной этой начальной краевой задачей для этого уравнения для системы. потом, так сказать, придумали другой подход. А насчет вот этого уравнения с нелинейностью типа вандерполя, когда тут, так сказать, стоит оператор Лапласа, в скалярном случае нами был получен результат осуществования глобального трактора и опубликован в 2015 году статья. Так что здесь я хочу сделать, кстати, небольшой экскурс по поводу гиперболических уравнений, по поводу волновых уравнений, потому что система, которую вы видите на доске у меня сзади, она не носит параболический характер, она скорее носит гиперболический характер, чем параболический. Нет мгновенного сглаживания и мы не можем здесь пользоваться теоремами о существовании глобальных аттракторов и экспоненциальных аттракторов для систем параболического типа. Я хочу здесь напомнить немножко о том, что впервые теорема существования глобального аттрактора для уравнения непараболического характера, была получена для вот такого уравнения, для уравнения второго порядка, для волнового гиперболического уравнения второго порядка со слабой диссипацией, где коэффициент B здесь положительное число, число R здесь R здесь некое число больше единицы и строго меньше двух. Здесь опять же я хочу рассказать только о случае, когда омега ограниченная область в трехмерном пространстве и когда R меньше двух и больше единицы, на оно можно и брать ее, ну очень больше единицы, то было установлено в начале 80-х годов, что полугруппа порожденная этой задачей в фазовом пространстве H01 L2 имеет глобальный аттрактор. В свое время первая работа по этому поводу была работа ОРО, которая показала буквально вот этот результат, потом появились работы Бабин и Вишика Бабин и Вишик впервые изучая это уравнение, ввели понятие так называемое ЕЕ1 аттрактор, то есть доказывали существование аттракторов в некотором фазовом пространстве, но приближение происходило по норме слабое, чем норма фазового пространства. Но этот пробел потом был улучшен, так сказать, в работах Гедаглия Темамова, Ольги Александрова Ладыжинской в книге Бабина и Вишика. Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь критический показатель в этом случае это R равняется 2, то есть если нелинейность кубическая, то все нелинейность кубическая, меньше кубической, то можно доказать существование глобального аттрактора, а если кубическая, этого не удавалось сделать. Варга, какая кубическая? Ну, кубическая R-1, тогда я прошу прощения, это я наврал тогда. Значит, R3, 3, прошу прощения, 3, да, здесь тоже 3. Я, как правило, здесь не пишу R-1, тут почему-то стал писать так. 3, конечно. Почему 3? Дело в том, что потому, что если R равняется 3, то у вас в кубе принадлежит L2, если решение из пространства Соболев H-01. Основная причина в этом заключается. Ну, теорема существования единственности, точнее, теорема существования слабого решения из фазового пространства H-01, точнее, L2 в кубе с такой вот LQ, LQ, Q, где это, так сказать, давайте я лучше опроще скажу. Теорема существования слабого решения, для которого, так сказать, начальные данные из этого пространства, начальная функция по времени из L2, сама функция из H-01, существование слабого решения можно найти в книге Леонса, и там доказывается теорема существования слабого решения при любом R, но теорема единственности нет, нет там и не могло быть. Дело в том, что только для случая R равняется 3, можно доказать теорему существования единственности слабого решения и потом доказать, что если начальные данные гладкие, то соответствующие решения опять же гладкие. Но это для начальной краевой задачи, проблема эта оставалась нерешенной вплоть до недавнего времени. Как известно, для случая задач Каши проблема эта была решена в начале 90-х годов Левой Капитанским и Манусом Грилакисом, учеником Уолтера Штрауса, они доказали, что если R равняется 4, то есть 5, то задача Каши имеет единственное слабое решение. Более того, если начальные данные довольно гладкие, то решения тоже являются гладкими. Но для случая ограниченной области эта проблема оставалась открытой. Только опять же, думаю, в 2008 году Бург, Лебео и Планшо, пользуясь пространством временными оценками типа Штрихерца для решения волнового уравнения в ограниченной области сумели доказать теорему существования единственности слабого решения в случае, когда R равняется 5. Так вот, значит, теорема существования глобального аттрактора, когда R меньше 3 доказывается неким методом расщепления полугруппы на две полугруппы, одна из которых является экспоненциально сжимающая, а вторая компактная. И такого сорта полугруппы Ольга Александровна впервые назвала полугруппами класса АК, а в дальнейшем в ее известной статье 1986 года, аппликованной в успехах, она стала назвать их асимптотически компактными, то есть те полугруппы, для которых если у вас дана полугруппа, называется асимптотически компактной, если она переводит каждую ограниченную последовательность в прикомпактную. и можно доказать, что если полугруппа СТ может быть представлена в виде суммы двух семейства операторов, первая это экспоненциально сжимаемая полугруппа, вторая компактная, то она является асимптотически компактной, оттуда немедленно следует существование глобального аттрактора, который является компактным. Вначале Ольга Александровна называла эти аттракторы и потом тоже она их называла минимальными глобальными аттракторами, и она глобальным аттрактором называла минимальное замкнутое множество, которое притягивает всякое ограниченное множество из фазового пространства, но впоследствии опять же стали называть глобальным аттрактором компактное множество, инвариантное, которое притягивает равномерно всякое Ограниченное множество фазового пространства. Ольга Александровна была против введения компактности в название аттрактора. Она говорила, что надо найти минимальное замкнутое множество, которое притягивает все ограниченные множества. Там как получится, так получится. Если компактно, так компактно, а если нет, так нет. А вопрос существования глобального аттрактора для случая, когда R равняется 3, был установлен впервые Бабиным и Бишеком. Они воспользовались расщеплением этого. Давай, пожалуй, я об этом немножко скажу попозже. Для волнового уравнения сильной диссипации, которая очень близка к нашей задаче, существование глобального аттрактора. В случае, когда R меньше 5 было доказано в моей работе, в небольшой моей заметке, потом появилась работа Гедагли и Марзучи, которые исследовали ту же самую задачу, доказали существование глобального аттрактора для этой ситуации, оценили размерность Хаусдорфу, размерность этого аттрактора. В чем же заключается идея? Кстати, вот тут я написал то, что я говорил перед этим. Опять же, если у вас есть волновое уравнение со слабой диссипацией, то в случае, когда R в этом интервале, то полугруппа, порожденная этой задачей, является асимптотически компактной. То же самое для волнового уравнения с сильной диссипацией. Но обратите внимание, что здесь не включен 5, а там не включено 3. Опять же, как я сказал, идея заключается в разделении, расщеплении этой задачи на две задачи. Одна задача линейная в первой ситуации, но с этими, с начальными данными с фазового пространства. Вторая задача для случая, когда у вас есть волновое уравнение со слабой диссипацией. Начальные данные нулевые, а уравнения нелинейные. Значит, элементарно доказывается, что решение первого уравнения, то есть для первого уравнения, для полугруппы, порожденной первой задачей, она является экспоненциально сжимающей. А для того, чтобы доказать компактность полугруппы, порожденной второй задачей, делается вот что. Перебрасываем вот этот нелинейный член на правую часть. Потом выясняем, что производная по времени от этой функции принадлежит некому пространству Соболева с индексом s, с индексом меньше 0, больше минус 1. Это дает возможность доказать, что, используясь линейной теорией, можно доказать, что тогда буквально сразу получается, что вторая полугруппа является компактной. И это дает возможность установить асимптотическую компактность этой задачи полугруппы СТ, которая является суммой этих двух операторов, и получить теорему существования аттрактора. Так вот, почти во всех этих работах был использован этот метод. На самом деле, этот метод был использован ранее в работах Хейла и его учеников для доказательства существования глобальных аттракторов полугрупп, порожденных нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений с запаздыванием. Более того, этот подход был использован в начале 80-х, не 80-х, а в 70-х годах, в 70-х годах Гленом Вебом. Глен Веб сделал следующее. Он, пользуясь этим подходом, доказал, что для одномерного волнового уравнения, скажем, с кубической нелинейностью, для одномерной ситуации скорость роста нелинейности не важна, главное, чтобы главная часть была монотонной. И он воспользовался этим подходом, чтобы доказать, что каждое решение начальной краевой задачи для волнового уравнения одномерного стремятся к одному из стационаров, то есть к одному из решений, соответствующей краевой задачи, соответствующей стационарной задачи. Аналогичный результат им был получен также для решения сильно диссипативного нелинейного уравнения, используя ту же самую схематику. В случае нелинейного волнового уравнения со слабой диссипацией, вопрос существования глобального аттрактора для критического случая был доказан Бабином и МВИшком с помощью другого сорта разделения, расщепления уравнения. Значит, первое уравнение они расщепляли, первое уравнение выбирали нелинейное уравнение с той же нелинейностью, что и в исходном уравнении, а второе уравнение было, так сказать, с нулевыми начальными данными, но нелинейность, которая является разностью соответствующих нелинейностей. А для уравнения с сильной диссипацией такой подход не подходил, подход, который, так сказать, использовали Бабин и МВИшком. Эту задачу решили Пата и Зелик. Я уж не помню, когда они опубликовали статью. Значит, там они сделали следующее. Их расщепление было такого сорта. Они первое уравнение, опять же, рассмотрели это линейное уравнение, а второе нелинейное с нулевыми начальными данными. Но тут они получили оценку такого члена, оценку для второго уравнения. Получили оценку для этого члена и, пользуясь вот этим уравнением, минус дельта W плюс Б дельта ТВ плюс нелинейность вот эта, R минус 1у равняется вот этому члену. Давайте его назовем теперь уже Гетте. Они получили оценку Гетте такого сорта. L2, T со звездочкой, где T со звездочкой некое положительное, тут L2 Гетте. L2, L2, L2 Омега. Пользуясь этой оценкой, удалось доказать им компактность второго, так сказать, оператора и доказать существование глобального трактора полугруппы, порожденной для волнового уравнения сильной диссипации в случае критического показателя. Дело в том, что если работать не в пространстве, не в фазовом пространстве H0,1, я хочу опять вернуться к этой задаче в этом случае, то есть в случае, когда у вас есть сильная диссипативная волновая уравня. Если работать не в этом пространстве, а в более узком пространстве H2, H0,1, то можно доказать, что аттрактор существует для любой степени R, в случае, так сказать, если у вас область Омега из R3. Ну, хочу просто напомнить, что для размерности меньше трех, то проблема не стоит, там все гораздо проще. Можете рассмотреть любую непрерывную функцию. Даже здесь в уравнении сильной диссипации можно рассмотреть, можно доказать теорему существования глобального трактора, изучить ее свойства. Если нелинейно здесь, кстати, я тут забыл написать дестабилизирующий член, давайте ее напишем сюда, то можно получить такой результат в фазовом пространстве H2, H0,1, потому что можно установить существование ограниченного поглощающего множества в этом фазовом пространстве, а там доказывать компактность и воспользоваться стандартным расщеплением этого уравнения и установить асимптотическую компактность всей полугруппы. Это удается сделать, потому что если начальные данные у вас гладкие, то для уравнения сильной диссипации можно установить равномерную оценку решений в этой норме. Так вот, наша задача, она родственница вот этой задачи, волнового уравнения сильной диссипации, и я хочу вернуться к этой задаче и немножко рассказать о том, как мы, так сказать, доказали теорему существования глобального трактора для полугруппы, порожденной этой задачей. Значит, мы рассматриваем опять же вот эту систему в фазовом пространстве L2D L2 шапкой, L2 шапкой это, так сказать, L2 со средним нуль, а L2D это, так сказать, такое, там в скалярном произведении вы перед первым множеством ставите матрицу D. Для простоты можете считать матрицу D единичная матрица, она на самом деле не очень мешает. Так вот, здесь первым долгом, да, скажу условия на нелинейность. Значит, условия на нелинейный член у нас такие, первым долгом мы все-таки требуем некую монотонность, и обязательно, конечно, требуется рост на нелинейность. Видите, здесь это число L не больше двух. Вся причина в том, что мы работаем в трехмерном пространстве. Опять хочу сказать, что в двумерной ситуации это не проблема. Сейчас, можно, пожалуйста, здесь. Больше это означает, что степень вот у F будет 5. Именно, именно, да. Степень у F будет 5. Что у нас гром стал грохотать. В общем, вот как раз я тут привел пример вот этого, так сказать, этой нелинейности. Доказана такая теорема. Если правая часть из L2, если возмущение из L2, ну вот видите, удовлетворяйте, я написал латинскими цифрами, она удовлетворяет условиям, которые только что я сказал. Самое главное, если F у вас вот такая функция, достаточно запомнить это, то справедлива вот такая оценка. Где Q монотонная функция, и альфа положительная постоянная, которая не зависит от У и Т. Как видите, это как раз означает, что полугруппа, порожденная этой задачей, во-первых, эта полугруппа существует, то есть полугруппа, непрерывная полугруппа существует, это означает, что задача, начальная краевая задача однозначно разрешима, причем решение непрерывно зависит от начальных данных. Более того, имеем такую оценку, эта оценка означает, что наша система в терминологии Ольга Александровна Ладыжинской, да и, по-моему, Хейл этим пользовался, этой терминологией назвали ее ограниченно-диссипативной. Это означает, что для любого ограниченного множества из фазового пространства существует время t нулевое, которое зависит от этого множества, такое, что полугруппа наша переводит это ограниченное множество в фиксированное множество b нулевое. Значит, есть b нулевое, фиксированное множество b нулевое, такое, что для любого b из фазового пространства есть время t нулевое, что st заходит в это множество b нулевое, когда t не меньше заданного, когда t не меньше этого, t большое с нуликом. То есть, одним словом, есть поглощающее множество для этой полугруппы. Доказательство это проводится таким образом. Мы умножаем сперва уравнение на du в l2, получаем вот такое вот равенство 0.11. Здесь, опять же, вот просто здесь обозначение l2d означает следующее. Но отсюда не следует диссипативная оценка, потому что, как видите, здесь под производной мы имеем норму в l2 от решения, от скорости и давления. А было бы хорошо иметь где-то здесь и с положительным коэффициентом l2 в квадрате, но этого здесь нет. Чтобы заработать это, мы пользуемся оператором Боговского. Оператор Боговский – это оператор, который переводит каждый элемент l2 с шапочкой в некоторый элемент из h1, такой, что дивергенция от этого равняется минус p. Такой оператор существует благодаря следующей лемме. Значит, Боговский доказал, что если омега – ограниченную область в РН, с границей липшисовой границы можно брать и лучше, у нас границы гораздо лучше, потому что нам приходится использовать максимальную гладкость решений нелинейного эллиптического уравнения, уравнение стокса здесь. Для каждого h из lq со средним 0 существует по крайней мере одна функция из пространства Соболева w0.1q омега, такая, что дивергенция от выравняется h и выполняется самая главная вот такая оценка. Но мы пользуемся этой оценкой и для случаев q уравняется 2. Пользуюсь этой оценкой, для того, чтобы воспользоваться этим, мы умножаем опять же первое уравнение, наше первое уравнение здесь на доске, на bp, где p – это давление. И получаем вот такое равенство. Ну вот видите, здесь мы заработали норму в квадрате от l2 от p в левой части. Умножаем эту равенство. Так, в варгой я вас перестал слышать. Так, завис. Связаться с ним? Ну, свяжись. А, все, он сейчас перезагрузится. Перезагрузится. Сам увидел. Можно тогда наивный вопрос? Правда, что по тракторам имеется в виду решение стационарной задачи или что-то еще? Нет, не обязательно. Не обязательно. В простейшем случае это решение стационарной задачи, а вообще говоря, это может быть множество довольно сложной структуры. Даже в конечномерных... Периодические орбиты, а есть такой знаменитый странный аттрактор даже... Даже в конечномерных задачах бывает... Просто для обыкновенных сравнений. Да, аттракторы совершенно экзотические. Я думаю, что тут вы можете получить полную консультацию. Так, Даш, позвони. Ну, сейчас попробуем. Хорошо. Вообще, вот во Fluid Dynamics, когда люди говорят что-то про то, что есть сходимость к аттракторам, при этом сами аттракторы тоже изучаются, да? То есть это отдельный вопрос просто. Да, но это только в простейших случаях нормально решаемая задача. Вот. То есть доказать, что какой-нибудь аттрактор... Ну, вот. Можно... Иногда умеют получать оценку для размерности. Оценку. Значит, вот... Чтобы сказать, что аттрактор тут имеет размерность 3 или сколько-нибудь, это большая редкость. А вот что... Ну, не больше чего-то. Это... Это тоже серьезная задача, но так бывает, чтобы такие результаты получаются. Так вот, всякие океанские течения, то есть на земном шаре, на поверхности океана, из-за вращения Земли, из-за всяких космических явлений, есть постоянные течения. Они же и есть аттрактор. Ну, как сказать, они... Ну, они же тоже меняются. Вот. То есть пока там какой-нибудь Эль-Нинья или Ла-Нинья. Глухая тишина. Там кто-нибудь... Турция у нас еще на карте есть. А все, она, наверное, ушла. Торнада. Ну, торнада, да. Вот кто-нибудь. Нет, нет. Там скорее. В принципе, может что-нибудь такое быть со связью, если уж... Если там грохочет... Так. Ну, значит, коллеги, я полагаю так, что вот пять минут еще ждем, а дальше расходимся за непонятностью происходящего. Ну, я попробую еще сейчас подозвонить другими способами. неочередно. Хорошо. Это все-таки вот которые течения, например, с Земли, про них доказано, что это аттракторы или это никто не рассматривает? Да помилуй Бог. Тут и... как сказать... модели океанских течений это вообще как сказать, отдельная деятельность. кое-что там делается. Вот, кстати, у Фигали с какими... с авторами есть работы. это... как это... Тим, как это называется? Геострофические уравнения, что ли? Квази-геострофик, наверное. Или, может быть, Юля знает Клевцова, что это такое. Я не очень в этом деле разбираюсь. по крайней мере, бывают серфы с квази-геострофик, они как раз... Значит, еще раз, есть какие-то... есть какие-то модели, а что там умного? Какое они имеют отношение к действительности? Ну, вот пока в торнадо не попадете, все в порядке. Я понял, значит, это... это самое... ему... Посейдон пригрозил, чтобы он там не очень... говорил. Марго сказал, что в 17 начинается у него занятие. Нет, в 17.30. Я посмотрела, в Стамбуле гроза, и... Ну, я говорю, что... По-видимому, вот эти... Боги ответ... Включила я на громкую связь ответ от Варги. Я прошу прощения, у нас дело в том, что у нас вот сейчас гром гремит, и отключился наш интернет. Интернет я не смог закончить. А так, вот мы доказали для этой системы уравнения диссипативную оценку, а потом, пользуясь неким другим подходом разделения, расщепления системы уравнения, доказали ее сглаживаемость. Оттуда следует существование глобального тракта. Большое вам спасибо, что сегодня пришли слушать меня. Простите за то, что... Да ну что... Против сил природы не попрешь. Спасибо, Варга, большое. Вам спасибо. Вот посмотрите, у нас тут, так сказать, совершенно... Я же говорил, всемирская погода сегодня. Спасибо. Спасибо. А это... А это, чтобы не думали, что можете описывать явления природы? Что-что? Я говорю, это вам боги соответствующие объясняют, что вы не можете описывать явления природы своими уравнениями. Он прав, конечно, конечно, прав, прав. И вы правы, и те, кто дает знать, тоже правы. Бог прав, не прав. Ну куда? Против бога ты не попрешь. Мы пытаемся как-то понять что-то, но насколько можем. Спасибо. Спасибо. Что-то я понял. Да, если есть вопросы, он готов ответить. Коллеги, вопросы есть? Если надо, я пошлю литературу, так сказать, всякую, соответствующую статью, кто захочет. Окей. Со мной можно связаться по интернету, в интернете в моей странице все есть. Окей. Хорошо. Хорошо. Окей, спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо еще раз. Все. Спасибо, Варка, я тогда отключаю. Пока. Так. Хорошо. Заканчиваем. До свидания. Писать? Так, сейчас секундочку, закончим писать.